Добрый день, уважаемые слушатели! Мы начинаем программку, которая посвящена сегодняшней дате рождения тех людей, которые родились 15 июня 2021 года. Ну, собственно, не только для тех людей, которые родились сегодня, их мы поздравляем с днем рождения, но для тех людей, которые родились в июне месяц, 6, 15, даже 24 июня. И мы поговорим вначале о тех людях, которые родились в этот день и какие энергии этого дня. Ну, а дальше вот число оккультного значения, кто такие венерианцы. Ну, и на что надо было бы медитировать таким людям. Хорошо, тогда давайте поехали сегодня, может быть, более подробно, поскольку июнь месяц, мы пришли к середине, ровно середина месяца, 15 июня. И, в общем-то, знак пока еще там 5 дней, когда начинается переход, 6 дней, когда начинается переход в другой знак. Но пока мы находимся в близнеце. Ну, и дальше мы уже перейдем в затяганный знак рака. Ну, вот те люди, которые родились, в принципе, до, даже в прошлом знаке, допустим, 21 мая, считается так, по 20 июня и вплоть до 27 июня, обладает, в принципе, чертами, скажем, близнецов. Ну, двойственность и в характере, и в мышлении, то есть близнецы, правильно, это не один, не одна личность, это две личности. И вот интересно, рождается, казалось бы, да, ну, скажем, там, не знаю, как однояйцевые близнецы или там двойняшки их там называют, по-разному, да. Вот, и они, казалось бы, рождаются в один и тот же день, то есть они должны обладать абсолютно одинаковым характером, но все-таки разница есть, правильно? И вот здесь есть очень большое количество нюансов, мы не будем их освещать сейчас в этой конкретной программе, поскольку тогда это займет очень много времени, и тогда надо будет делать анализ их родителей, и это, безусловно, все связано. Ну, общие какие-то данные есть, да, вот, то есть общие пока сейчас, а потом конкретно те люди, которые родились 15-го числа. Ну, для начала, это очень такой острый, так сказать, проницательный ум, сообразительность, изворотливость, быстрая какая-то очень конкретная реакция и какое-то особое такое обмышление, которое находит какие-то лазейки в общепринятом понимании какого-то предмета или, если обсуждается, какая-то тема. То есть достаточно большое обаяние, это связано, во-первых, с месяцем, во-вторых, ну, конкретно, это мы более точно, буду конкретно перейдем, когда будем говорить про 15-го. Почему обаяние? Потому что 15, это число 6, это венерианцы, то есть обаяние, без сомнения есть, оно добавляет просто конкретные качества, усиливает эти качества, которые свойственны всем людям, которые родились, кстати, в июне месяце. То есть я сейчас говорю про тех людей, которые родились в этот период времени, в зодиакальный период времени, то есть в июне месяце. То есть достаточно дружелюбные люди, то есть у них ко всем есть такая сердечность, есть какая-то такая, ну, что ли, любовь. Но их, допустим, если мы их включаем в наш какой-то эгрегор, то это будет непросто с ними, скажем, на них оказывать влияние, потому что они будут очень долго сопротивляться. То есть они будут работать только тогда, если их планы совпадают с планами тех людей, которые хотят их включить в свой эгрегор. То есть в первую очередь они будут руководствовать только своими планами, поэтому это будет непросто. Они считают такие люди себя какими-то очень такими постоянными, очень такими любвеобильными и в то же время они верные как бы друзья. Но следующий момент или следующий этап их планов, они будут отличаться. То есть очень острый, еще раз, вот этот ум проницательный, и они на лету схватывают любую какую-то идею, которая царит в воздухе, или та, которая им предлагается для выполнения какой-то определенной задачи. Дальше. Очень удачливые такие люди, как правило, как правило, они удачливые в денежных делах. Поэтому на обучение могу брать. То есть им как раз таки характерна для них вот такая приспособляемость, и такое у них есть качество, ну что ли, азартная игра. Они игроки, по сути своей. Причем интересно, что они не просто они игроки, которые на удачу. Нет. Они могут это делать, оборачивать все преимущества в стою пользу. То есть недостатки они убирают, и они действительно зарабатывают очень неплохо. Итак, это спекуляция, это биржевая игра, это деятельность в каких-то кругах, ну достаточно серьезных компаний, да, в том числе какие-то аппараты, руководящие аппараты. Ну и также это, они очень неплохо себя чувствуют и ориентируются на каких-то, в качестве дипломатов, их каких-то журналистских каких-то вопросов. Очень даже хорошо. Они обладают определенным обаянием и воздействием на окружающих. Индивидуальность их настолько впечатляет, что при встрече, допустим, с такими людьми, тех, кто с ними встречается, они долго остаются впечатлением вот этой встречи. Какой замечательный человек, думают они, какой интересный человек. Ну и привязанности, в качестве привязанности они являются какой-то определенной закаткой. Они любят, очень страстно, и в то же время они отталкивают. Очень какая-то странная твойственность, свойственная близнецам, всем близнецам. То есть они и изменяют, они любят и изменяют. Они могут жить на две семьи. Опять же, это свойства людей, которые родились конкретно 6, 15 и 24 числа. То есть очень хорошие хозяева, они любят принимать гостей, они очень веселы, допустим. Ну и совместное планетарное, скажем, влияние на них, скажем, в данном случае Солнце в этом знаке, и можно его называть также Дом Меркурия, оказывает меркурианское влияние на всю вот эту вот натуру таких людей. То есть сила разума, интеллекта, но в то же время они постоянно какой-то загадочный характер. Ну, они разнообразие, они стремятся, такие люди, к какому-то разнообразию. И они им, которые, вот таким людям, которые родились в этот период, им невыполненная, точнее, выполненная работа, она не приносит им радость, поскольку они относятся ко всему очень критически. И даже к тому, что они делают, они постоянно вот это все анализируют, находят какие-то недостатки. И в связи с этим они, как бы, не радуются полученному результату. Вот. Ну, и опять же, поскольку это близнецы, они имеют не одно занятие. Они и так, и так, и так, и так могут в разных, скажем, ипостасях находиться и на два фронта могут работать. Финансовый путь. Еще раз, с 21-го – это дом Меркурия, который с 21 по 28 мая. Это не сейчас, конечно, но в какой-то степени он чуть-чуть влияет. Но тут уже идет несколько другая, скажем, направленность, или, можно сказать, даже опасность, которые, вот, рожденные под этим знаком, не смогут остановиться на достигнутом. То есть они добиваются, они все получают в денежных делах, и они будут продолжать рискованные операции, где они могут проиграть то, что они уже получили, то, что они заработали. Вот. Ну, если мы будем переходить уже, сейчас, может быть, конкретно, 15-го июня, поскольку времени так много, 15-го июня, то есть это Венера, это Меркурий, как уже было сказано, и пока это знак близнецов. Ну, благоприятна, в принципе, такая вот такая ситуация и такое влияние планет с любой деятельностью, которая связана с выступлением перед народом. Вот они любят быть на трибуне, они любят быть в аудитории. Короче говоря, они любят выступать. Вот. То есть вот это сочетание планет, они приводят к тому, что такие люди могут развивать свое художественное какое-то воображение, и успех им практически, если они это будут делать, гарантирован в области музыки, литературы и других видов искусства, творчества. Короче говоря, поскольку число 15, 1 плюс 5, 6, сейчас будем уже конкретно говорить о шестерках. То есть достаточно потенциал и очень хороший потенциал в том, что, дорогие друзья, вы делаете, но в то же время есть какая-то такая тенденция к фаталистическому анализу того, что вы делаете. То есть какой-то определенный фаталистический взгляд на жизнь. И это означает, что какие-то предчувствия мрачные, какая-то меланхолия и какая-то, возможно, воспоминание той самой давно минувшей дни. Но чрезвычайное такое сильное влияние на окружающих и привлекательность, и любвеобильность для лиц противоположного пола. Поэтому романы и любовные приключения свойственны, опять же, людям, которые родились 6, 15 и 24 числа. То есть покой вам только снится, друзья. Ну, еще раз, по финансовому, вот такому положению, ну, больше удачи, неудач, конечно, но все же риска надо избегать. Поэтому вам надо кто-то, желательно, кто в этих самых каких-то спекулятивных, условно говоря, работах, вам нужен кто-то, кто в этом разбирается. Не едите, если вы не знаете броду, не лезьте, куда не надо. Лучше консультируйтесь. Но вероятность получения подарков большая в качестве даже наследства. Вот, дорогие какие-то подарки, собственность, такие люди могут наследовать. Ну, а здоровье, связанное вот с такой двойственностью, она не самая возможная, то есть нервные перегрузки. Очень возможны какие-то аллергические вещи могут на вас влиять, приступы к какие-то аллергии. И то, что связано вот с верхними дыхательными путями, то есть бронхи и какие-то астматические вот такие вот вещи могут быть у вас. Ну, что можно было порекомендовать, сейчас мы дальше перейдем, цвета. То есть, во-первых, цвета, еще раз, у меня несколько подходов к нумерологическим, скажем, определениям и анализам. Поэтому это пока вот один, он может совпадать, он может не совпадать с разной точки зрения. По нумерологии есть, конечно. То есть, первое – это Меркурий, а цвета, да, имеется в виду, цвета Меркурия – это все какие-то светлые, какие-то мерцающие тона. Ну, и Венеры. Все оттенки синего, опять же, переливающиеся тона, синего, голубого, ну, то есть, самая светлая тона и даже самая темная тона. Камни. Камни – это важно. Вот. Ну, лучшие друзья, девушки, как мы знаем, это бриллианты, это как раз-таки для вас. То есть, это в первую очередь бриллианты, дальше это жемчуг, дальше это изумруды, бирюза и какие-то голубые камни, хрусталии, прозрачные, любые. Цитрин тоже в том числе. Ну, желательно, чтобы он был синего цвета. Такие переливающиеся, блестящие такие камни. Ну, если мы говорим о годах жизни, то это года жизни, которые соответствуют данным планетам. Ну, в первую очередь, это Венера, это число 6, и Меркурий – это число 5. Поэтому все числа, которые имеют отношение к пятеркам и шестеркам, в первую очередь, шестеркам. То есть, ну, допустим, с 20 лет будем брать, да, 24, 33, 42, 51, 60, 59, да, то есть 69, 78, 87, ну, и дальше по списку. Вот, ну, и вторые – это опять, да, то есть 23, 32, 41, 50. Ну, это уже, так сказать, чуть поменьше влияние, но тоже имеет значение для определения важности вашего года. Ну, где могут произойти изменения в чем-то вашей жизни. Дальше. Ну, если мы берем конкретное число 15, то число 15, в принципе, оно несет в себе оккультное значение, так считается, магии и тайной. Но вот это число не представляет, ну, так сказать, высший уровень, то есть это промежуточный между человеком, который этого не интересует, вот, оккультные какие-то вещи, и тем людей, которые уже ударяются прямо в это с головой погружаются, то есть вы примерно посередке, да, то есть состоит значение вот вашего числа, конкретно 15-го. Люди могут пользоваться магией для достижения своей цели. Это очень серьезный момент, поскольку, ну, скажем, эзотерики, в данном случае даже наши преподаватели, они разбираются в каких вещах, это, может, мы не ведем, поскольку я как бы структурирую вот эти передачи, и я, может быть, не создаю впрямую эти вопросы, иначе как-то непонятно будет магия, в то же время духовность и так далее. Но, тем не менее, люди разбираются. В частности, я беседовал недавно с Ольгой Викторовной, мы довольно часто с ней беседуем. Вот, она мне говорит, ты знаешь, что можно пользоваться магией? Знаю, просто знаю. Вот, хорошо знаю. Ну, и она говорит, ну, тогда ты понимаешь, что могут быть магические какие-то атаки, да? Я говорю, ты имеешь в виду в отношении меня? Знаю. Почему нет? Знаю. И в отношении многих людей знаю, да? Я могу это определить запросто. Ну, то есть, они есть. Они есть, безусловно. Я говорю просто, ну, первое, есть, у меня, в частности, есть защита, второе, я могу настроить эту защиту так, что отскок будет достаточно серьезен, если я увижу и почувствую. Поэтому, пожалуйста, кто хочет попробовать, нет проблем. Но магия, еще раз говорю, для таких людей, она очень может быть задействована, если они, конечно, знают. Но в хорошем плане. То есть, к примеру, я, я в частности, да, я, ну, теперь, когда я разбираюсь в этих вещах, я не действую, так сказать, вот, вмещения для меня нет. Вот, есть у нас некоторые наши преподаватели, которые, ну, мстят. Я не собираюсь это делать, поскольку я прекрасно понимаю, для чего это происходит. Но отражать, да, я могу. А есть люди, которые могут для достижения цели, вот, в частности, люди, которые делись 15-го числа, они могут пользоваться магией для достижения своих целей. Если эта цель благородная, тогда все здорово. Если вы, друзья, пользуетесь магическими возможностями, способностями для достижения какой-то цели, которая, ну, находится в соответствии с вашими законами, то рано или поздно вы получите по башке ее очень сильно. Поэтому имейте это в виду. Вот, то есть, это число состоит из двух, вообще-то говоря, чисел. То есть, 15-е с единицей и пятерки. И в номерологии есть понятие энергии четных и нечетных чисел. Мы сейчас не будем этого касаться. Но есть очень и очень серьезные вещи. Но и в данном случае здесь есть еще единица – это Солнце. А мы говорим пока только. Мы говорим о главном числе – это 6, и это Венера. А в второстепенном числе – это 5, это Меркурий. Но о Солнце пока мы не говорили. Но оно влияет, без сомнения. Поэтому на втором месте после шестерки находятся энергии. Первая, еще раз, это Венера. Вторая энергия – Солнце. И третье число – это энергии планеты Меркурия. Вот. То есть, она может приносить силу, она может приносить удачу, что, как правило, и происходит. Но здесь есть нюансы. Вот. То есть, скажем, в сочетании, если человек умеет этим пользоваться, а в принципе это возможно, и в принципе это возможно, и даже очень возможно, будем так говорить, в сочетании с различными числами, в частности, четверка и восьмерка. Если такие люди разбираются в таких вещах, и в сочетании, вот, скажем, с четверкой и восьмеркой, то тот человек, который родился, повторяю, 15-го числа, он может использовать любой вид искусства, включая черную магию для того, чтобы добиться то, чего он или она хочет. То есть, возможности есть. Как мы направим наши способности для получения наших возможностей, это вопрос другой, но, в общем-то, это серьезные вещи. Я думаю, что мы будем потихонечку как бы эти вопросы освещать, скажем так. Вот. Так. Да. Поскольку Меркурий влияет на таких людей, и очень сильно, об этом уже говорилось, то есть человек владеет своим вот этим вот местом, которое под названием язык. То есть у людей бывает хорошо подвешен язык. Вот. Он может языком наклеивать марки, с другой стороны он может очень хорошо говорить. И магия слова может очень серьезно воздействовать на других людей. Число 15 считается счастливым числом для получения денег, подарков и так далее. Как и у любого числа в нумерологии существуют периоды, существуют сильные периоды, существуют слабые периоды. Сильные периоды являются промежутки с 20 апреля по 20 мая, с 21 сентября по 19 октября. То есть в это время можно менять какую-то работу, устанавливать контакты. То есть все вот это, что вы будете делать, это будет для вас иметь позитивное значение. Ну, слабые периоды, какие, не только для 15-го, а для всех шестерок, является месяцы апрель, октябрь и ноябрь. То есть планета Венера и люди-венерианцы, они имеют проблемы со своим здоровьем, получением плохих новостей, как уже вначале я рассказывал о том, что нервные какие-то перегрузки, какие-то недомогания, то есть связанные с головой, умом и так далее, то есть могут влиять на вашу смелость и решимость вот эти слабые периоды. То есть слабые периоды, если вы их знаете, разумеется, потому что любому числу, абсолютно любому числу, для любого числа существуют слабые и сильные периоды. Поэтому не пущитесь, а знайте о том, какие это периоды. Вот, какие благоприятные даты? 6, 15, 24 числа, слепого месяца, но также то, что относится к сочетанию 3, то есть 3, 9, 12, 18, 21 и 30. Дни самые благоприятные, ну, самый главный день – это пятница, но еще и среда. Потому что среда – это день Меркурия. Еще раз, опять все совпадает. Вот, если эти дни приходятся на даты, конкретные даты, 6, 15 и 24, тогда еще более благоприятная ситуация для вас. То есть все планы следует назначать именно на вот эти даты, на эти дни, чтобы они попадали, тогда исход очень благоприятен в вашу пользу. Цвета, еще раз, можно говорить, что это синие, вот все оттенки, но также это белый цвет. Это белый цвет, поскольку это Венера. Ну и голубой, розовый, желтый цвет. Желтый связан с Юпитером, а Венера получает свою экзальтацию в Рейбах, которая управляет Юпитером. Поэтому здесь связь есть. Дальше. Женщинам в торжественные моменты одевать венериантам не черный цвет, потому что черный цвет все одевают и считают, что это очень хорошо, вам это не надо. То есть это имеет очень серьезное значение. Люди этого не знают и, как правило, все одеты непонятно во что. Так вот, женщинам, шестерка, где они, 6, 15, 24, рекомендуется одевать белые платья, белые, а не одевать черные. То есть категорически не годится, если вы хотите добиться успеха в чем-то. Поэтому вам надо одевать белые платья, это вам будет приносить успех. Дома, да, тоже имеет значение в том, скажем, окружении, в котором вы находите. То есть как мужчинам, так и женщинам желательно использовать больше белого цвета. Дальше постельное белье, простыни, наводочки белого цвета, а не черного, опять же. Ну и рекомендуется носить с собой белый носовой плоток. Для того, чтобы вытирать ему признаки усталости, усталости, заметьте, а не потому что, или слабости, а не потому что вам надо вытереть руки, поскольку они грязные. Нет, вы понимаете, вот вы устали, смотрите, какая интересная вещь, вы устали, у вас слабость какая-то есть, вы достаете плоток и сумочки, да, вытираете руки. Вот эти места, вот эти места, да, точки входа дракона, да, вот здесь. Интересный момент, да. Ну, еще раз, самый предпочтительный камень – это бриллиант, потому что связанный с Венерой. То есть, если бриллиант нельзя достать, или он дорогой для вас, то желательно, можно точнее использовать сафир, белый циркония, вот я уже говорил, да, белый циркония. Вот, желтый тоже можно, он, правда, это Меркурий, цвет Меркурия. Нет, цвет Меркурия, простите, ну, да. Нет, цвет Меркурия зеленый. Значит, хорошо, белый цирконий или белый турмалин. Бриллиант надо покупать, заметьте, насколько это серьезно. Вы решили пойти в магазин, идете в магазин, в понедельник скидка. Нет. Вам надо идти в магазин в пятницу, понимаете, в период, видите, сколько здесь нюансов. Вам надо идти в магазин в пятницу и покупать в определенный промежуток времени. То есть, между восходом солнца и 11 часами утра. Вот, не позже. Его следует отнести, допустим, вы взяли камень, приобрели камень. Ну, я не знаю, камни отдельно не продаются, конечно, у нас на Западе. На Востоке страхово годно продаются. То есть, вы купили камень, и вы хотите его теперь отдать поправку. Хороший, да, вот у вас есть знакомый ювелир. То есть, вы общаетесь с этим ювелиром, так же в пятницу, вы должны прийти в пятницу, и ему надо обручить вот этот камень для того, чтобы он сделал свою работу. Дальше. Когда носить камень надо, видите, сколько интересно. То есть, утренним утром каждый человек должен совершить определенный ритуал. Не тот, который мы считаем. Уже много раз об этом говорилось. Но туда, в разных программах, как-нибудь может быть отдельная программа, конкретно вот это, по поводу ритуала, гигиены и так далее. То есть, носить между восходом солнца так же и 11 часами утра самое благоприятное воздействие. Потому что это не цацка, это не игрушка, это не украшение. Это конкретный, еще раз, камень, который находится на определенном пальце, его надо носить, в определенной оправе его надо носить. То есть, где-то с серебром, где-то с золотом, ну и так далее, и так далее. Куча нюансов. Дальше. К примеру, у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. То есть, для поддержки электрохимического баланса тела, кто-нибудь об этом слышал, надо принимать вовнутрь толченый турмалин. Ой, турмалин, как его? Но это вопрос и другой. Это уже то, что называется Айурведа. Это то, чего, конечно, Запад не знает. Дальше. Медитации. Тоже очень интересный момент, поскольку медитации для людей, которые родились, повторю, 6, 15, 24, в данном случае мы говорим про июнь. Но в данном случае это не имеет значения. Это всем надо медитировать. Шестеркам. То есть, первый вариант – медитация на бриллиант. Или вот его замещают, да, какой-то после утренних ритуалов. Ну, мы об этом говорили. Это рубин может быть. Ну и божество шестерок. Божество шестерок. Это картикея. Картикея. Я не взял, но в заставке к этой программе можете посмотреть. Картикея – это бог или полубог, можно его назвать. Он является старший сын Шивы. Кто такой Шива, мы знаем, вероятно. И вот старший сын Шивы. И он известен. Также его зовут… Первое имя у него – Картикея. Второе его зовут – Сканда. Ну, есть еще одно имя и так далее. То есть, у этого полубога шесть голов, шесть рук. И он выседает на павлине. И он – бог войны. И вот интересно, что у Шивы, последнее я расскажу, тричь, я когда-то рассказывал, но я еще раз повторю. Вот это, вот то, что я нашел. Это, видите, это у нас Ганедж. Это второй сын, это младший сын Шивы, Ганедж. Ну, со слоновой головочкой, да? Вот. Когда-то Шива, он решил дать задание своим деткам, Сканди и Ганедж решил дать задание, как сделать кого-то из них, сделать главнокомандующим там войск. Небесные войска. И он сказал, вот кто быстрее облетит всю Вселенную из вас двоих, вот тот и станет главнокомандующим. Ну, Картике скачал на своего павлина, вот, поскольку, ну, все, в принципе, все боги, полубоги, они, у них есть своя птица, там, вот, у Вишну Гаруда, да, вот, у него павлин, у этого, у Ганеджа, у него маус, маус, мышь, да? У всех есть своя какое-то там животное, какая-то птичка, вот. Короче, он вскочил и умчался. А Шива с Павровой сидят и спрашивают, слышь, Ганедж, а ты чего? Он сейчас, кстати, обгонит. А Ганедж был умный. Вот. Два сына, да? Один умный, другой инженер. Так вот, Ганедж встал, они смотрят на него, и он обошел их три раза, и встал, и тот в мыле примчался, он же вам павли не сказал, что же сделал, но стал главнокомандующим как раз-таки Ганедж, поскольку обойти родителей три раза считается это обойти Вселенную. Вот такая причина есть. Ну, дорогие друзья, на этом давайте мы тогда закруглимся. Вот, когда русские лекции... Нет, ну, это что значит? Я посещал Индию, я читаю, я каждую ночь уже в течение, наверное, почти трех лет слушаю ведические лекции. Каждую. Вот, конечно, я сплю, но это где-то там остается. Поэтому вот такие вещи. Дорогие друзья, благодарю всех. Всего доброго. Да, 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 да.